Все понятненько, все понятненько, теперь есть. На самом деле, коллеги, я хочу воспользоваться случаем и поздравить вас с началом учебного года. Я не знаю, как вы, я только, наверное, неделю как въехала вообще в свое расписание и запомнила наконец-то, что и кого я веду. Спасибо Максиму, я к нему обратилась на второй неделе сентября с большой просьбой. У нас просто в BigBandCRM есть расписание, там было написано только название группы. А я вообще запомнить не могу, кто у меня. Вставьте нам, пожалуйста, хоть какая это программа, хоть какой-то год обучения. Спасибо вам, Максим, большое, что вы это сделали. Благодаря вам я теперь быстренько знаю вообще, кто у меня сейчас и название группы, и по какому учебнику идут, и все у меня четко и прекрасненько написано на самом деле. Но тема у нас сегодня иная. Она тоже связана как-то с BigBandCRM, не только потому, что они меня пригласили, и они создали для вас возможность поучиться как учителям, как руководителям, потому что сегодняшняя тема будет полезна как раз-таки как репетиторам, которые работают сами на себя, возможно, как задумка на будущее, руководителям, директорам детских центров, клубов, школ, методистам. И как это связано, тема, в общем-то, с BigBandCRM, я расскажу вам тоже в конце. Но говорю не только тем, что они меня пригласили и создали нам такую площадку, и организовали все это. На самом деле, коллеги, я хочу вам сказать, кстати, скоро день учителя, тоже у меня есть возможность вас поздравить и похвалить, потому что учителя английского языка, как никто, меняют этот мир вообще просто. Сколько общаюсь с коллегами уже по всему миру, собственно говоря, и по России, конечно, учителя английского языка – это особый контингент. Самые такие open-minded и вообще действительно стараются сделать этот мир лучше и научить не только английскому языку, но и жизни в принципе. Я считаю, это самое стоящее дело, в принципе. У меня сегодня все, в принципе, простите. Я уже в конце недели заговариваюсь просто. И что я хотела сказать, коллеги, мы столько с вами всего интересного делаем, правда? И мы как-то вот… Кто-то, может быть, стесняется себя хвалить, кто-то, может быть, не считает нужным все это освещать прямо в таком вот большом формате. И в итоге как-то вот о том, что мы такие с вами большие молодцы, знает какая-то определенная кучка людей. Вот сегодня я хочу вам рассказать о том, как организовывать любой ивент, любое событие совершенно беззатратное. Вы увидите, что уже наверняка очень многое из этого вы делаете, только вы не преподносили его как ивент. Вот цель моего сегодняшнего вебинара – не просто дать вам годовой план, а я вам его дам, но и показать вам, как бы, чтобы вы с другой стороны посмотрели на то, что интересное вы уже делаете, просто как его представить, что это у нас ивент. Вот такая у меня сегодня цель. И я попрошу вас для начала, для разогрева, написать мне в чате две вещи, чем вы занимаетесь по жизни, то есть вы директор, репетитор, руководитель, что вы делаете, и какие интересные вещи вы уже сделали в сентябре. Возможно, это было что-то интересное, прям уже ивентом, возможно, это было событием, уроком каким-то. Вот что интересного у вас уже было в сентябре? Пожалуйста, в чате мне, да, то есть ваша позиция, то есть кто вы у нас директор, учитель, репетитор, чем занимаетесь, очень кратенько. И второй вопрос, что вы интересного уже делали в сентябре? Вот такой вот к вам вопрос. Так, руководитель студии иностранных языков. Здравствуйте, коллега, я тоже. В сентябре кулинарный мастер-класс делала для детей. На английском языке превосходно. Я надеюсь, вы, конечно, Джеймса Оливера пригласили, и ничуть не меньше на ваши события. Так, хорошо. Так, ждем, коллеги, ждем, 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 ждем. От того, как активно вы будете работать, от этого, получается, насколько будет это. Да, Джеймс Оливер, конечно, мечта, и не только кулинарная, но и всякая разная мечта. Так, хорошо. Вот видите, ничего не успели еще, пишет Лена. Но на самом деле я не верю, что это так. Я не верю, что вы так мало всего сделали, честное слово. Управляющий детского центра, мастер-класс, успели провести розыгрыш участия в МК. Так, хорошо, ABC пишет Юля. Ну, кажется, ABC Юля, какое-то знакомое мне название, академический директор. Так, что же интересного вы успели провести за сентябрь день открытых дверей. Прекрасно, прекрасно. Вот. Так вот, коллеги, что я вот так села, сейчас пока Максим рассказывал минуточку, да, я уже быстренько сидела и прикидывала бешено, а что мы уже успели сделать в сентябре. Так, добрый вечер, Ольга, я учитель-репетитор, провела челлендж с группой пятого класса по повторению. Челлендж – это круто, вот. Хорошее очень название, хорошее. Так вот, на самом деле, так, чтобы вы представляли, в этом городе, в городе Великие Луки, где я нахожусь, является основная, основные мои, как бы основная база Кембриджского клуба здесь. У нас два больших филиала. Ну, насколько больших? В одном где-то у нас 150 человек, в другом где-то 170-180 человек. Вот так приблизительно, пока на данный момент это так. Вот, так вот, мы на самом деле уже сделали очень много, как я считаю. Во-первых, если вы зайдете в наш холл, это уже полный холл просто детских работ различных. Причем это работы не рисунки, потому что у нас только Кембриджский клуб, мы занимаемся только Кембриджской системой, то есть это система экзаменационная и так далее. Вот, так вот, все проекты, которые вывешены, это все были часть наших занятий. Но мы их собрали и сделали из них выставку. И получился уже вау-евент, потому что когда заходят родители, вау, уже вот это, и мы, администратор такая сидит, в роль администратора у меня введено это, что, Настя, ты когда сидишь, вот зашел там родитель Петя Иванова, вот ему покажи, вот смотрите, ваш Петя, что там уже написал. И, во-вторых, ребята, когда заходят из параллельных групп, они тоже сделали такой проект, они смотрят и сравнивают, и получается прям такое углубленное погружение в язык прямо с дверей. Ну, вот, например, мы делали щиты, семейные личные щиты, вот такие, да, красивые. То есть, на самом деле, это, как вы видите, обычный листик А4, но он очень персонализованный, да, персонализированный. Я не стала выбирать самые красивые, потому что это неважно. И, на самом деле, это такое было задание на знакомство, что в каждом уголочке, в каждом кусочке, ну, в зависимости от уровня группы, они писали какую-то информацию о себе. Затем мы вывешивали это в холле, потому что это выставка наших персональных счетов, да, и на втором занятии, когда дети вернулись, у них было задание, пять минут найти какого-то человека, который очень на них похож. То есть, это спровоцировало что? Это спровоцировало очень активное чтение, конечно же, да, вот, и они, конечно, сравнивали друг друга, читали, и получилось очень интересно. Мы это сделали на уровне всего центра. Почему? Потому что, как я говорю, здесь можно продумать все, что угодно вписать. Здесь likes, здесь dislikes, здесь, например, там my hobbies, здесь, например, что, в чем я хорош, как бы, да, здесь мое впечатление от школы, здесь, как я люблю английский, но все, что угодно это могло быть вообще, если это старая группа, это могла быть какая-то информация о лете, например, то есть абсолютно все, что угодно. Вот именно такие универсальные вещи, как бы, да, и помогают построить вам такое, какое-то вот событие, да, ту же самую выставку, например. Она ничего не стоит, правда, это все делается на занятии. Администратору, чтобы повесить все эти листики, ну, я не знаю, мой администратор этим не занимается, у меня занимаются эти самим дети. Их задача, чтобы это все висело красиво и здорово, вот они ровненько, красивенько все повесили, и все. Задача администратора только родителям это показать, похвастаться, сфотографировать, выложить об этом пост, что у нас вот такая выставка, приходите, пожалуйста, посмотрите. И это, получается, объединило весь центр, потому что это было общее задание для всех ребят. То есть одно и то же задание, но то, что уровень разный, и вот такой у нас был ивент. Опять же, его задача была какая? Познакомить детей, расшевелить их, родителям предоставить визуальное доказательство, что вот мы вовсю работаем, работа кипит, все у нас прекрасно и здорово. Для детей это было лишнее погружение в язык, и все. Потому что малявки у нас, например, младшие школьники, они делали вот такие вот цветочки-ромашки, то же самое, здесь есть начало фразы, они должны были о себе эту начало фразы дописать. Мы их сделали вот такими вот в 3D. У кого были духи, тот еще их подушил, тут побрызгал, и тоже мы это уже вокруг этих щитков повесили. То есть у нас еще был такой вот выставка ромашек. Тоже хорошо пошло дело. На уровне B1, например, ребятам, на следующем занятии в сентябре мы предложили задание на прилагательный, потому что прилагательный – это всегда очень больная тема для уровней B1. Это, в принципе, то, что отличает этот уровень уже от А2 и предыдущих. И мы предложили следующее задание. Ребята написали имя свое и путем, как это сказать, рандомным путем вытащили имя одногруппника. И вот на первую букву имени одногруппника они должны придумать «были прилагательное». Конечно, это должно быть очень позитивное прилагательное. И каждая группа оформила это совершенно по-своему. Вот здесь написано, что ника у нас nice, I – imaginative, K – kind и A – amazing. И вот, если… Просто я компьютер не могу вынести в холл, там сейчас сидят родители. Если бы вы увидели, как это в холле здорово висит, потому что, опять же, это выставка наших дел, и группы знают, что они соревнуются между собой на лучшие прилагательные, на лучшее оформление. Кто-то оформил сердечками, кто-то оформил цветочками, но это было вообще по-всякому, по-разному. Наша языковая цель была достигнута. Мы научили их положительным, прилагательным, который описывает характер. И пока они все это писали, они все это запоминали, естественно, да. И ребятам мы предложили приз, мы предложили игротеку. Я не за то, чтобы вот в этих как бы так вот проектах, вау-ивентах прям нужно какой-то дорогой материальный приз, понимаете. Само событие – это уже приз для ребят. Поэтому не, ну, мой совет, да, как руководителя с 20-летним опытом – поменьше материальных ценностей, поменьше, потому что вы их избалуете, скажем так, да. А вот то, что уже этот ивент состоялся, то, что уже мы им дали возможность себя проявить, свое творчество себя показать, это уже и есть само по себе как бы ивент. Но вот когда у нас сложные задания, например, как вот с этими прилагательными, да, то лучшую группу мы приглашаем потом бесплатно на игротеку. Каждый преподаватель у меня один раз в месяц часик работает бесплатно на игротеке. Игротека у нас для победителей месяца. То есть все, что у нас происходит, мы их копим и приглашаем. Ну вот в эту субботу, то бишь завтра я работаю на игротеке, у меня придут детки, которые победили в сентябре. Игротека это что такое? Я выбираю совершенно любую игру, какую я считаю нужным на этот возраст, и провожу то, что я хочу, вот и все. Вот и вся игротека. Тоже совершенно не затратно и очень легко и интересно проходит. Если я знаю, что придет группа B1, например, под названием BMW, я знаю, что они любят петь. Я знаю, что мы с ними составим список караоке-песен и будем орать весь час. Отличный английский язык, пусть соседи знают, кто у них тут работает по соседству. Вот тебе и вся игротека, грубо говоря. Но это еще не все, что мы сделали в сентябре. Мы провели бизнес-игру. Я обратилась, вообще, что такое бизнес-игра? Правила клуба, правила центра, я думаю, что вы согласитесь со мной, обязательно нужно прокачивать у ребят. Сколько бы вы им устно и письменно не писали эти правила, нельзя пить и есть в классе, нельзя говорить по-русски в классе. У нас, например, правила, мобильные приложения никакие нельзя использовать, кроме твоя школа, это Big Ben CRM, потому что они там учат слова, квизлет и кахуть, потому что тоже они там учат слова, все остальное нельзя. Ну и, в общем-то, уважительно относиться к другим, не смеяться над ошибками другого детенка. Все эти, как бы, у нас есть вот этих правил. Кроме того, мы должны обязательно, как Кембриджский центр, прокачать ребятам вообще вот эту ступенечку успеха, что вы сейчас на уровне А1, а потом будете А2, и потом В1, и дойдете до профессионального В2 для того, чтобы дать ребятам мотивацию вообще, где они сейчас и где они должны быть. Вот, и, в общем-то, моя цель была в этом году наконец-то провести это игрой, а не просто бла-бла-бла, инструктаж, так сказать, да, и письменный свод правил или инфографику повесить в холле. Это не работает, поэтому мне захотелось это сделать игрой. Я это назвала бизнес-игра. Мы сделали это как бы игрой по станциям, где ребята за каждый правильный ответ зарабатывали баллы. То есть, допустим, правильный ответ, если полный, был 2 балла. Например, почему нельзя брать с собой еду и напитки в класс? Мы им давали там 10 секунд подумать, и потом группа давала ответ. Если они дали не очень развернутый ответ, это 1 балл. Полностью развернутый ответ, это 2 балла. И вот так вот потихонечку мы с ними эти правила прокачали. И, естественно, вот завтра я буду проводить игротеку для тех, та команда, которая больше всего набрала баллов. То есть, на самом деле, цель вот этого ивента была какая? Цель этого ивента была прокачать правила группы, центра, прокачать ценности нашего клуба, потому что у нас есть ценности, мы даем английский, как второй русский. Именно поэтому нельзя у нас общаться по-русски. Потому что если еще и у нас вы не будете на английском говорить, где вообще тогда вы будете это делать? И, конечно, замотивировать их на год. Вы себе не представляете, какие вы одушевленные сейчас у меня ходят подростки после этой бизнес-игры. Чтобы создать обстановку этой бизнес-игры, то есть это мы делали вместо занятия. Первое занятие мы потратили вот на это. Мы попросили ребят одеться в смарт-флоу, то есть такие костюмы деловые или в школьной форме. Все преподаватели тоже у меня были одеты в бизнес-костюмы, и у них были бейджики, бизнес-тренер такая-то. Мы назвали, интересно, наши три класса, наши три бизнес-сессии. То есть там была бизнес-сессия, политика партии. На самом деле там мы прокачивали, что такое кембриджская система, что такое кембриджские экзамены и так далее. И мы, когда ребята заходили, мы в холле ставили музыку, вот как она играет в бизнес-холла, такая легкая инструментальная музыка. Потом их встречал администратор в деловом костюме с напитками «Welcome Drink». И с небольшими печенюшками. То есть вначале мы им говорили, что ребята, вы наши бизнес-партнеры, и нам надо с вами обговорить общие правила, по которым мы будем жить, для того, чтобы наше дело, общее дело росло и процветало. И вот такой вот ивент у нас получился. Конечно, мы все это сняли, мы все это презентовали, родители в курсе, дети счастливы. Вот такой вот ивент мы провели в сентябре. После этого у нас, как правило, еще один из ивентов сентября важный такой, это бук-квест. То есть мы не выдаем ребятам книги, мы их прячем, и они с помощью вот этих вот загадок, знаете, «Посмотри там», пришли туда, а там новая записка. Нет, посмотри вот там. Ну, на английском языке все это, конечно, поиграли, и выдали им учебники. Это тоже событие, понимаете? Это тоже событие, потому что вы постарались, вы это превратили в игру. Главное – это просто представить, как событие. Ну, конечно, у нас еще было огромное важное событие – это вручение сертификатов кембриджских. То есть те ребята, которые летом сдавали кембриджскую сессию, вот сейчас, буквально неделю назад, мы вручали им кембриджские сертификаты. Этот ивент мы всегда называем «Кембриджский прием». Мы рассылаем родителям пригласительные на кембриджский прием. Представьте себе, он открывает код, что там лежит «Ваше приглашение на кембриджский прием» или там «Ваше персональное приглашение на кембриджский прием». Вас ждут вручение сертификатов, небольшие подарки и угощения, а также кембриджская фотосессия, потому что у нас есть вот эти шапочки, мантии, и вот все это так идет. То есть у нас всегда есть торжественная часть, где мы им говорим пару ласковых, а потом у нас есть фотосессия, где они все переодеваются, на специальном баннере фоткаются. И, в общем-то, если вы зайдете в ВК, в мою группу, называется «Кембридж English, английский великий луки», вы очень много найдете там этих фотографий красивых и различных вот ивентов, как раз-таки, которые мы постоянно делаем. И вы знаете, это то, что мы в конце года всегда берем фидбэк у родителей. Это то, что больше всего запоминается. То есть они готовы вам простить неточность сдачи, которую им дал администратор. Они готовы вам простить, если вы опоздали на занятия или не всегда вовремя предупредили о том, что занятие отменяется. За то, что у вас есть вот такие крутые квесты, мероприятия, проекты, движухи. Вот это то, что, в принципе, отличает центр от частного репетитора. Именно поэтому у меня и созрела эта идея поделиться с коллегами готовым годовым планом. То, что я вам сейчас наговорила, здесь вообще нет в этом плане, который был запланирован. Итак, на самом деле, то есть я вам уже кое-что наговорила про движухи. Это то, что работает как раз-таки на имидж центра, а не имидж каждого преподавателя. Дело в том, что когда у вас несколько преподавателей работает на вас, часто бывает такая несчастливая ситуация, что когда преподаватель уходит, все дети идут прямо за ним, прямо за ним пошли. Так вот, когда у вас будут движухи, мероприятия, всякое вот это вот дело полезное, где не только будет просто весело, но еще польза в сторону английского языка, например, если у вас английский язык, то это, конечно, все работает на имидж центра. Если вы красиво зафоткали и засняли видео всех этих небольших кусочков ваших мероприятий, они не должны занимать там час у вас, это может быть 10 минут, но это прям целое мероприятие, так вы его освещаете. И выложили правильные фотографии у вас в группе, дальше пошли репосты, потому что любой родитель, любой ребенок, когда удачное классное видео или фото, на котором он есть, конечно, будет делать репост. И таким образом имидж центра постоянно растет. А где это было? Что это за конференция такая была? Ну, конечно, в Кембриджском клубе. Где еще могло быть такое вообще? И вот так это работает. Опять же, комьюнити. Я думаю, что все вы знаете результаты этих исследований, которые говорят о том, что человеческое счастье строится не на еде, а на общении. От того, насколько ему приятно общаться вокруг, настолько он и счастлив. Поэтому, когда у вас такие движухи, как они помогают строить этот продуктивную атмосферу? Потому что, может быть, я не совсем хорош в английском, но я отлично рисую. Поэтому эти дети оформляют проект. А тот, кто хорош в английском, подсказывает им хорошие слова. И получается, что мы подружились, что мы друг с другом были очень полезны. Кто-то, например, хорошо поет. И он может свой английский в песенном конкурсе каком-то нам показать, соответственно. Таким образом, мы еще раскрываем с вами потенциал учеников. Как благодарны нам родители потом за то, что, оказывается, я не знала, что ему это интересно. Вот так. И самое главное, что у ваших учителей тоже раскрывается потенциал ваших учителей тоже. Не бойтесь давать им какое-то сложное задание. Придумай-ка букквест, сказала я. Обычно я сама это делаю. В этом году я доверила это одному человеку, сказала, придумай-ка новый букквест. Как? Ну, сейчас есть пример, как мы это делали раньше? Давай. И все получилось великолепно. И какая она была довольна. Я ей не платила за это. Не подсаживайте на материальные ценности ни учителей, ни учеников. А вот это, что я смогла, у меня получилось. Мне Ольга доверила такое интересное задание. И я справилась. Теперь вот они все это ждут, конечно. И это очень привязывает. Вот этот общий опыт, приятный опыт, который мы пережили, приятные эмоции, которые мы пережили и с ведущими, у меня учителя называются ведущие, и с ведущими, и с детками, и с родителями. Это все очень нас привязывает. Наши общие memories, так сказать. Для родителей это тоже показать профессионализм и нашу разносторонность. Что мы не только уроки умеем делать классно, но мы и квесты классно проводим, и выставки умеем организовать, и все на свете умеем делать. И, конечно, очень многие из этих проектов показывают ученикам, как английский язык нужен в жизни. Вот, например, во время рекламы этого вебинара, когда мы делали стрим в Инстаграме, я рассказывала про фэшн-шоу, модный приговор. Это когда ребята приносили свою настоящую одежду, переодевались по подиуму, так сказать, ходили под музыку модного приговора, а остальные их описывали на английском языке. Вот это как раз-таки и ивент, и как раз-таки мы показываем ребятам, что, может быть, ты будешь встречать когда-то там своих родственников, которых ты никогда не видел, и тебе надо будет их описывать, тебе надо будет их узнать. Вот таким вот образом мы это делали. И, конечно, вот такие маленькие вещички, они помогают не погрузиться в вот эту вот скучную учебную рутина. Я могу сказать, что она прям скучная, но все равно учебная рутина есть учебная рутина, урок есть урок. А вот так потихонечку их выдергивать там на 10 минут, самое то, помогает очень разбавить такую атмосферу. Ну, а теперь, вот я вам расскажу, что я делала в прошлом году. Обычно у меня следующий план. Один месяц – это один-два ивента. То есть вот я сейчас вам порассказывала уже, наверное, штук шесть, но на самом деле это всего был один ивент, который общий вообще на всю школу. Вот это вот этот вот, да, мы знакомились и делали свои персональные щиты. И второй был по потокам. То есть поток стартерс, поток муверс, поток А2, поток А1. Вот поток В1 делал это. Кроме вот этого, да, поток А1 делал вот это. И таким образом у меня все это есть. Второй ивент, который я вам говорю по потокам, это то, что очень связано с контентом учебника, то, что очень связано с нашей программой, потому что это тот же фэшн-шоу, он связан с программой, он связан с темой одежды. Я приблизительно знаю, потому что программу пишу я сама, я знаю приблизительно, в каком месяце это будет, и, соответственно, фэшн-шоу, модное шоу я готовлю на этот месяц. Вот такое вот. Например, в прошлом году в сентябре я организовывала Reading Circle. Что это такое? Значит, у нас, у меня была цель запустить программу чтения. Тем более как раз тогда я вовсю уже работала с Big Ben CRM, и у них были, и сейчас есть книжки в приложении. У меня были печатные книжки некоторые, но, конечно, все равно это ограниченное количество. Они так, как книжки в онлайн-приложении в этом. И они совершенно в бесплатном доступе для моих ребят. Потому что за приложение плачу я, не они. И мне хотелось это запустить. Мне хотелось, чтобы они начали читать. Что я для этого сделала? На все филиалы, которые у меня здесь, на все детей мы взяли всего одну книжку. 360 дней вокруг света на английском языке. И от самых первых деток, которые только уже научились читать, это где-то второй год обучения у нас, каждый читал по одному предложению. И вот так от самого низкого уровня мы читали одно предложение и закончили теми студентами, которые B2, профессиональный уровень. Получилась у нас вся книжка, мы прочли ее где-то за полтора часа. Как это было? У нас была печатная книжка, красивая, да? Оксфордский ридер был. Мы репетировали сначала это предложение с детками и потом кусочками по предложению снимали. И потом буквально, ну не знаю, сколько минут, часа полтора мне, конечно, надо было, чтобы все это смонтировать, и мы это выложили. И таким образом мы простимулировали чтение. И это действительно был такой вау-проект. У родителей было много восторга, у детей было много восторга. И ребята начали читать. У меня просто цель такая была. Вот здесь как раз-таки на скриншоте логотип и моя группа ВКонтакте, Cambridge English, английский Великий Луки, где об этом тоже написано. В октябре, как правило, дети потихонечку уже начинают уставать. Особенно подростки. То есть им уже хочется обратно в лето, они уже безумно у меня устали. И, как правило, октябрь месяц, я знаю, что это уже будет вот так, я заранее планирую какие-то мотивационные видео. Когда-то это TED Talk. То есть у нас прям неделя TED Talk проходит. Что такое неделя TED Talk? Это значит, что 30 минут из 90, у нас урок 90 минут, мы смотрим какое-либо видео, мы же знаем своих ребят, мы же знаем свои группы, и мы отбираем видео мотивационное под них. И смотрим, разбираем, делаем различные задания конкретно по этому видео. То есть это такая, может быть, как видео неделя у вас может быть, TED неделя может быть, может быть, мотивационная неделя, может быть, неделя селебрити, что угодно это, в общем-то, может быть. И ребята всегда очень хорошо отзываются тоже об этих видео. В ноябре. В прошлом году в ноябре, вот это, кстати, один из удачных, самых удачных проектов, который у нас был. Что мы делали? У нас был старый кусок обоев. Мы его перевернули, потому что он с обратной стороны белый, и натянули на все наши вот эти вот в холле, которые стоят стенды. Посередине мы большими буквами написали Cambridge English Club. И ребята, получается, делали, как будто бы свой филворд, как будто бы свой кроссворд они делали. То есть, например, Cambridge, они брали фломастеры, и во время того, как они пришли пораньше на урок, пришли попозже на урок, переменках между уроками, они дописывали свое слово. Например, я от слова Cambridge могу сюда вниз написать слово cat. Здесь буква T. Я могу написать слово ticket. И погнали, вот так вот, да? И, соответственно, они должны были читать другие слова, чтобы их не повторять. И это был проект на весь клуб, на всю школу, потому что даже ребята, которые только-только пришли и начали учиться, уж слово cat и слово dog, и слово там, я не знаю, she могут написать. Поэтому поучаствовали абсолютно все, от самых малявочных и до B2 уровня. Последний уровень, до которого мы доводим, это B2. Коллеги, скажите, пожалуйста, понятно ли, как вот этот вот проект, мы его чейн назвали, как бы, или показать вам поближе, как это было? Так, тут у нас есть, ага, тут у нас есть вопросы. Я пока вы пишете, мне понятно ли про Cambridge English Chain, я скажу здесь. Значит, бизнес-игра у нас проходила для слабых уровней, вплоть до A2 на русском языке, для уровней B1-B2 на английском языке. А те, которые A1-A2 частично, была на английском языке, частично на русском. Ивенты не платные, я не делаю платных ивентов, никогда. И они какие-то проходят в рамках уроков, а какие-то проходят между занятиями. Так, все понятно по поводу этого дела. Хочется посмотреть. Так, сейчас я попробую увеличить просто, чтобы, может быть, будет виднее. Вот, вот как это было, да? Вот так, я думаю, виднее. То есть вот здесь они писали что-то уже. Вот так. Вот здесь писали слово Mary, здесь писали Heart, здесь писали Amazing. Вот, вот так вот это было, как бы, да? Вот здесь писали Bot, здесь писали Break. Ну и вот таким образом все это Horse. Ага, он что-то там уже такое. Вот, и на самом деле, то есть это висело у меня неделю. Мы планировали это провести за три дня, но это висело неделю. И потом мы даже еще довешивали вниз, потому что, ну, прям здорово пошло. И вот, и сюда вбок, видишь, уже прицепили вторую половинку, и все у нас было исписано. Вот, это было фломастерами, поэтому это было достаточно ярко и, в общем-то, красивенько. Прям красивенько и хорошо. И тем ребятам, которые у нас в этом участвовали, да, мы им стикеры ставили, потому что, например, даже вот в Бигбантере у нас есть стикеры, да? То есть стикеры за, как раз у нас есть стикеры за проекты, да? За проекты, за участие в движухе, за твою неравнодушность, скажем так. Вот. В декабре мы по традиции всегда проводим новогодний квест. То есть последнее занятие декабря – это всегда новогодний квест. Это прям квест-квест, да? То есть это то, о чем я думаю все лето, как руководитель, то, о чем я думаю всю осень и готовлюсь уже всю осень. Скажем так, летом я об этом думаю, осенью я это делаю. Например, в прошлом году у нас был квест такой в египетском стиле, потому что я сама полжизни прожила в Египте, так сказать, и семья у меня египетская. И, в общем-то, на картинке слева вы видите, как здесь дети. Кто-то на английском языке поет джингл-беллс, кто-то танцует джингл-беллс, потому что он был в стиле этого били-данса. Они сами выбирают, кто что делает. Ну, то есть это, в общем-то, набор таких и полезных английских штучек, да, и на смекалку штучек, и такие тоже развлекательные моменты всегда там у нас есть. Вот, на новогоднем квесте, так же, как и, например, на бизнес-игре, очень важно создать правильную атмосферу. У нас клуб вообще не похож на школу в эти дни. То есть мы убираем парты. Либо их совсем выносим, вывозим, либо по краям класса расставляем, чтобы вообще не было у нас парт, да, и максимально преображаем наш клуб различными декорациями и так далее. То есть если у нас вот египетский был класс, соответственно, вы видите, там и пальма стоит, и шахматы египетские у нас были, что там только не было у нас, да, чтобы была действительно такая атмосферность. И ребята тоже приходят красивые. Если они приходят некрасивые, ненаряженные, мы их наряжаем. То есть у нас всегда есть и дождик, и шапочки Санты, и все такое, чтобы действительно была какая-то атмосферность. Вот. Это наша прям традиция, да. Вот в этом году у нас будет новогодний квест по Гарри Поттеру. То есть я буду сейчас писать уже этот сценарий, уже у меня есть все в голове, уже буду начинать писать и заготавливать, соответственно, какие-то декорации. Вот. И финалом всегда новогоднего квеста является то, что они сами ищут подарки. Вот. То есть по различным параметрам, загадкам. То есть их цель, в общем-то, новогоднего квеста – это прийти к новогодним подаркам. В прошлом году у меня был сейф. Причем сейф был реальный. У меня в кабинете, в кабинете директора. Для того, чтобы добраться в сейф директора, им нужно было ключ от кабинета директора найти и ключ от сейфа найти. И вот у нас было три локации, да, и в каждой локации они искали подсказку. В одной локации, соответственно, они нашли в этом, в горшочке с растением, нашли ключ от сейфа. Они знают, где сейф находится, потому что во второй локации у них написано «director's office». Но они тыкнули, опс, а, нет, ключ не подходит в дверь, значит, это не ключ от двери, ключ не от двери, да. И в третьей локации они под подоконником, там было приклеено, да, находили ключ от офиса. И вот когда у них есть все три подсказки, место, ключ от офиса и ключ от сейфа, тогда они, ух ты, прям без меня, без никого, заходят, берут свои подарки, они были подписаны у нас в бокс, что это именно для этой группы. И вот такое как бы бесконтактная выдача подарков у нас была. Я им сказала, что карантин, время эпидемиологически страшное. Бесконтактная выдача подарков, ребята, в этом и состоит ваш квест. И было, конечно, очень здорово. Это что касается декабря. Сейчас очень популярна тема emotional intelligence. То есть из-за того, что ребята, в общем-то, этого поколения Z и Y достаточно уже мало общаются друг с другом, а предпочитают больше общаться в интернете, у нас появился с вами новый язык, язык emoji. И у нас появилась проблема, что они не могут выразить свои чувства правильно. То есть когда им плохо, они не могут сказать, это грустно или печально, или расстроен, или устал. И вот чтобы справиться с этой проблемой, сейчас все современные учебники, все абсолютно и оксфордские, и кембриджские, всегда вставляют тему emotional intelligence. У нас, например, в январе проходит emoji week. То есть это различные интересные задания, которые мы делаем в детворе. Опять же, в зависимости от уровня. И вот прям с этим заданием мы проходим по всем классам и снимаем их, насколько у нас это все. То есть это совсем не по программе. Это прям, то есть у детей идет обычное задание, вдруг я захожу и 10 минут прерываю урок и провожу emoji week. Задание с emoji. Взрываю всплеск эмоций и ухожу в следующий класс на 10 минут. То есть это вот таким образом происходит. Вот. Ну и, соответственно, у меня рядом оператор, администратор, который все это снимает, и потом мы это показываем. Ну, например, в данном задании у нас было два кубика, и первый кубик отвечал за emoji, за эмоцию, да, а второй кубик отвечал за картинку из emoji. То есть, например, выпало 4 и 2. И ребенок должен был на английском языке составить предложение. Например, мне грустно, потому что у меня нет гитары, а я так люблю играть на гитаре, допустим, да, или там попалось 1-6. 6 – это билет, 1 – это счастлив, там, допустим. Я счастлив, потому что, наконец-то, я купил билет на свою любимую там рок-группу какую-то, да. И это было очень здорово, потому что это был, во-первых, всплеск эмоций, потому что они такие необычные предложения всегда придумывают. Во-вторых, мы попрактиковали English, ну, и просто это была такая прям смена обстановки. На февраль точно так же, на 5 минут захожу я, или мой заместитель, или кто отвечает из преподавателей за это дело и проводит tongue twisters. В пенале, в красивеньком, знаете, есть же такие прикольные пеналы, там в форме бананов, игрушек, вот совсем недавно у меня был взрыз мозга, когда я захожу в клад и смотрю, стоит кеда на столе, кеда, обычная кеда, обувь, стоит на столе, и я такая, Лера, что за кеду ты, пенитана? Это же пенал, а выглядит так натурально вообще, прямо как кеда моего размера 35-го. Вот, то есть вот в такое что-то необычное вы выписываете tongue twisters, сворачиваете их и кладете. И я захожу на урок и предлагаю ребятам челлендж, да, кто три раза прочитает tongue twisters, тот получает от меня вот этот шоколадный батончик. И все по очереди, конечно, у меня это заготовленные шоколадные батончики для всех детей, или просто конфетки шоколадные, да, и все детки это пробуют. Мы это тоже снимаем и выкладываем. Когда у нас был tongue twisters, у нас на самом деле проходит ежегодно. Когда у нас был позапрошлый год, это был год карантина, мы были закрытые, но мероприятия у нас не заканчивались, даже когда мы были на карантине. Мы объявили онлайн челлендж tongue twisters. Я вот два, вы прекрасные знаете, наверное, Вики, да, Вики называется, это YouTube-канал ее, Вики сама британка, а муж ее американец, и они оба вот снимают замечательные видео об обучении английскому языку. И вот у них пять минут, есть два видео по пять минут приблизительно, tongue twisters, да, со скороговорками. И вот мы это сняли, выложили, вернее, да, потом сняли, как мы онлайн, вся группа преподавателей, один из tongue twisters, самых сложных, как бы, да, проговаривали, и сказали, мы объявляем вам челлендж. Сможете ли вы там пять раз выбрать любое из этого видео, tongue twister, который вам нравится, и пять раз его сказать. И сколько у нас там было репостов, я вот вас не обманываю, вы можете зайти, говорю, в мою группу это и посмотреть. Видео снимали ребятки, кто сам себя снимал, кто кого-то снимали, и они выкладывали прям в комментах. И тут, конечно, у нас уже были, когда мы вышли в офлайн, у нас были три победителя, вот, которым мы уже, конечно, давали призы, потому что нам хотелось, чтобы люди не скучали, наши участники клуба не скучали, когда мы на карантине, и видели, что и мы работаем, и не только в формате занятий работаем, но еще предлагаем им различные варианты. Конечно, лояльность повысилась однозначно после такого события, лояльность, конечно же, повысилась. В марте мы традиционно празднуем день Санкт-Патрик. Я, как человек достаточно верующий, Хэллоуин не признаю и никогда у себя в клубе не делаю. Кроме моей веры, как бы, да, у меня есть тоже коллеги, тоже достаточно люди такие, скажем так, придерживающиеся, и, в общем-то, мы все дружно решили, что Хэллоуин – это не наш праздник, это не наша святыня, и мы его никогда не делаем, какой бы фан это ни был для кого-то. Но Санкт-Патрик-дэй, например, это хороший ирландский добрый праздник. И ежегодно мы что-то интересное придумаем. Ну, во-первых, когда у нас идет Green Day, длится у нас это три дня, потому что группа занимается два раза в день, сори, два раза в неделю. И чтобы to make sure, что они все приходят, у нас не только 27 марта, допустим, а 25, 26, 27 марта у нас появляется Green Day, зеленые дни. Значит, условием Green Day должно быть то, что они приходят обязательно в зеленом чем-то. И если они не пришли ни в чем в зеленом, у нас есть для них скороговорки, очень сложные, они должны проговорить скороговорки, ну и мы им что-то цепляем, там, либо листик, либо что-то мы им цепляем, чтобы они все-таки были зеленые. У нас для них приготовлены зеленые конфеты. И весь, в общем-то, офис максимально мы делаем тоже зеленым в этот момент. Вообще, на самом деле, это же психологический момент, правда, что зеленое, оно то успокаивает, зеленое, это оно придает оптимизм, и в марте это самое то, что нужно, потому что конец года. И различные, в общем-то, опять же, 30 минут из 90 минут мы посвящаем этой культуре, потому что это на самом деле культурология, правда? Вот в прошлом году нам удалось найти носителя языка, учителя из Ирландии, и мы с ним делали прямую линию, на полчаса он нам на уровне B1 и B2 сделал такое занятие, то есть exchange был такой кауч, что ребята задавали вопросы по Сан-Патрио, он им отвечал, научил их, что такое джиннис, пиво их традиционное, но неважно. Все равно это было совсем как бы по-другому, совсем было иначе. И мы, конечно, это осветили, осветили, что прям такой у нас был ивент, и что мы с культурой познакомились, и с носителем пообщались, ну и, конечно, для малышей мы придумывали другие занятия, задания, извините, которых тоже достаточно много в интернете можно найти по Green Day. Когда-то мы делали Red Day, то есть на день Святого Валентина мы делали Red Day. Ну, то же самое там, например, у нас было интересное задание тогда, не задание, а, знаете, как объявление с комплиментами, и вот они отрывали один комплимент и сделали его друг другу. Потом было задание интересное на Red Day, ну тоже так чисто, да, пообщаться на английском, скажи, за что ты любишь такого-то человека. И вот он там говорит, я люблю тебя за твой искренность, а я тебя люблю за то, что ты всегда классно выглядишь, а я люблю тебя за улыбки. Ну, все это на английском языке, потому что у нас клуб английского языка, вот такой был день признания в любви. Еще мы на день любви, вот эти Red Days, которые у нас были в феврале, это было в позапрошлом году, мы записывали видео, как мы, за что мы, преподаватели, любим своих учеников. И им крутили. И на занятия крутили, и в соцсетях крутили, и в WhatsApp-чапках родительских вывешивали. И представьте себе, вы сняли одно видео, и разослали их 350 учеников. Как вы думаете, сколько видео вы получите назад в признании в любви? Или просто слов признания в любви? Столько, сколько вам хватит вообще до конца учебного года, чтобы подзарядиться этой любовью и энергией? Конечно, однозначно. Вот. В апреле, в апреле у нас вся школа по традициям зашифрована, закодирована. То есть, что это значит? Мы просто берем текущие задания, сложные задания из учебника, или на ту тему, которая у нас в учебнике, и зашифровываем их QR-кодами. Ну вот, например. Например, у нас идет в учебнике текст какой-то. Текст идет в учебнике. И у меня есть ответы. Вот я делаю QR-код с этими ответами, и ребята должны его найти. В клубе, как бы, да? То есть, я им даю подсказку, где этот QR-код может быть, они пошли посмотрели там ответы. Или, например, спикинг проходит, да? Может быть, если кто знаком с форматом экзамена А2, Cambridge, что экзамена А2, там был такой формат, что у одного ребенка есть объявление, например, о предстоящей выставке какой-то на английском языке. А у второго человека есть вопросы по этому объявлению. Тут написана выставка, тут написана выставка. И вот они должны в холле пройти, в холле висит бумажек 20, сосканировать какую-то одну. И вот, допустим, у меня попались вопросы о выставке. Я ищу того человека, у кого попалось объявление о выставке. Мы соединяемся в пары и, соответственно, делаем задание. Зашифровать QR-кодами можно абсолютно все, что угодно. Можно зашифровать картинки, можно зашифровать, ну, вообще все, что угодно. Тексты, отдельные слова, отдельные буквы, вообще совершенно все, что угодно. Ну, представьте себе, они заходят, и вместо вот этих вот всех бабочек, цветочков и так далее везде висят QR-коды. Везде висят QR-коды. Мы, чтобы не запутаться, что это там висит, с обратной стороны вверх, ну, подписываем карандашиком, что это такое. Умеете ли вы зашифровывать QR-кодами? Скажите мне, если нет, то я вам сейчас покажу, как это делать. Так, нет, не умеете. Сейчас покажу. Да, есть разные программы, конечно. Есть разные программы. Я, например, вот использую программу, называется QR-кодер, вот такой, вот, QR-кодер.ру. Потому что она всегда работает, всегда работает, да. Так, ну, например, мы что зашифруем там? Слово elegant. Ну, например, да. Нажимаю создать QR-код, и все, и вот мой QR-код готов, да. Если вы сейчас его сосканируете, вот попробуйте, да, включите скан, сосканируйте его. Ребята обычно пользуются сканером, который в ВК сейчас у нас есть, да. У меня, например, на Samsung, прямо он встроен здесь, QR-сканер в основном меню, да. Если вы сейчас его попробуете сосканировать, да, то вы увидите, что он вам скажет, elegant, и так далее, да. И вот на самом деле одно из заданий, даже которое я в квесты вставляю. И вот таким образом вы можете сюда все, что угодно. Ссылку на сайт. Ссылка на сайт – это как раз таки, если вы хотите какую-то картинку зашифровать, да. Ну, вот я, например, хочу… Хочу ресторан. Хочу картинку ресторана найти. Вот, мне нравится вот эта картинка ресторана. Я хочу, чтобы они ее описали. Я, соответственно, делаю вот просто создать QR-код для этого изображения. Все. Копирую его и вставляю. Сканирую, вставляю и распечатываю, да. Вот и все дела. Вот так вот легко все это, в общем-то, делается. Но это прям такой эффект получается, да, что вся школа закодирована. Что это такое? Эта школа закодирована. Вот. Еще один интересный проект мы делаем по прилагательным для более детских уровней. Скажите, сейчас видна моя презентация? Удалось ли мне правильно все перейти? Презентация моя видна? Сейчас две фотографии. Видна, спасибо. Так, значит, что здесь у нас? Это идея I spy with my little eye. То есть я, типа, детектив, да. То есть у нас была цель такая – быть детективом. Что мы сделали? Мы в серединочку присобачили вот эту фотографию детектива I spy и подписали карандашиком прилагательные, но вы можете написать любые слова, которые вы хотите с ними отработать. Потом мы нашли в интернете различный алфавит, который выглядит как разрезанная газета. И задача детей была, вот перед уроком они опять же это делали, задача детей была найти нужные гласные или согласные, ну, нужные буковки и составить из них слово. Вот, смотрите, да, вот так слово clean, например, получилось. То есть мы под этот постер положили клей-карандаш и положили много-много буковок. И вот они по очереди подходили, клеили. И опять же, тот, кто участвовал в этом задании, получал от нас вот особый стикер. Вот здесь слово tall был, например, да, здесь слово clean был, например. И ребята так им нравилось, они так активно это все делали, вот, и что я придумала даже второй этап этому делу. После того, как все слова были сделаны, я их попросила нарисовать образ, который они видят. То есть, например, там у нас было слово beautiful, красивый, и они там насколько могли рисовали рядом принцессу. Чистый, насколько могли, рисовали машинку там, у них почему-то clean car все время в голове, да, чистая машинка и так далее. Вот, ну и, в общем-то, это был такой, опять же, наподобие выставки, да, потому что вот такие визуальные дела, они очень нужны. Кроме того, они действительно красивые, ярко выглядят и отрабатывают, конечно, нужные аспекты языка, которые вы хотите, да. Ну вот, на самом деле, это все, что я хотела вам рассказать про события. И вот моя группа, в которую я вас приглашаю, потому что это мой центр английского языка, основной филиал здесь в городе Великие Луки. И у меня есть еще, вот, Cambridge Teacher называется Community. Это методическая группа. Если вы еще не в ней, то я приглашаю вас вступить, потому что здесь я делюсь очень многими идеями из-за своих занятий, своих руководительских, так сказать, предпринимательских вещей. Вот, заходите, пожалуйста, и смотрите. И вот, говорю, вот Cambridge English, это вот моего центра, да, группа моего центра. Вот недавно мы, например, запустили один из ивентов, благодаря BigBand CRM мы запустили магазин. Тоже очень много, видишь, таких вот положительных отзывов от родителей и детей о том, как работает у нас магазин. Вот, и я хотела вам сказать, как же на самом деле, вот, тема эта связана с BigBand, потому что в BigBand CRM есть такая функция, которая, ну, я пользовалась раньше многими разными CRM-ками, не было в других. Это кнопочка мероприятия. То есть, когда вы нажимаете, как руководитель, да, кнопочку мероприятия и создаете его, то ребята автоматически могут туда записываться, да, то есть, если у вас прям там новогодний квест или там вот бизнес-игра, мы делали это, да, вот, то, соответственно, они быстренько туда записывались, и там автоматически создается сама группа, которую потом можно и оплату внести, если вы хотите платно сделать, да, и преподавателям оплатить, если вы хотите это сделать. В общем-то, там есть такая удобная функция. Вот. Так, коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли вопросы? И пока вы пишите, есть ли у вас вопросы, какие у вас вопросы, я хочу вас призвать к тому, что наверняка вы сейчас увидели то, что вы уже делаете. Просто вы это не выводили на уровень ивента, а ведь в этом и есть задача, да, то есть не стесняйтесь все фотографировать, фиксировать и выкладывать это везде, представляя, как очередная движуха, как очередное, я не знаю, событие какое-то, понимаете. Все надо праздновать. Каждая интересную штучку, которую вы делаете, надо праздновать. Надо всем об этом обязательно раструбить, потому что люди не видят, сколько прекрасного и замечательного мы с вами делаем. Конечно, желательно ивенты расписать на год вперед. Почему? Чтобы учесть разные интересы, да, то есть что-то у нас на смекалку, что-то у нас на мотивацию, как, например, там вот видео, или бизнес-игра, как бы, да, что-то у нас на прокачку ценностей, что-то у нас просто на воспитание там каких-то определенных навыков, собственно говоря, там, да, или качеств. Да, по поводу последних постеров, да, мы подписывали там слово карандашиком, клин писали карандашиком, а они сверху клеили, да, все правильно, так и было у нас. Так и было у нас. Вот, и, конечно, я вас призываю это делать, обязательно это делать, то есть вот годовой план надо соблюдать, не стесняйтесь присоединять к этому коллег, да, то есть отдать часть обязательств этих каких-то коллег, то есть моя роль как руководителя составить план, дать тебе инструменты и уже назначить, как бы, ответственного, соответственно, кто это будет все делать. Вот, не стесняйтесь раздавать. У меня, например, в должностных инструкциях прописано, что каждый преподаватель обязан участвовать в таких мероприятиях, в подготовке, в проведении и в съемке этих мероприятий, да, у меня прям это прописано. Но на самом деле, вот вы знаете, один из частных вопросов руководителей, как научить преподавателя это делать. Все очень просто. Например, летний тренинг у меня регулярно проходит для своих преподавателей, да, две недели в конце августа. Так вот, мы все две недели делаем как лагерь, да, все в активностях, все в этих играх, все наподобие того, что мы будем делать, потому что только после того, как вы поиграете со своими преподавателями, они будут играть с вашими детьми однозначно. Вот. И так, конечно, когда вы что-то доверяете им сделать, вы хотите, чтобы они остались экстра, время и что-то сделали, вы просто это представьте им как вот доверие, что я тебе доверяю, я знаю, что ты это сделаешь лучше всех, так что давай. Вот. И тоже ей будет очень приятно, если вы укажете, что это движуха там или мероприятие сделала тут. Ну что ж, Максим, раз у нас вопросов больше нет, да, то, наверное, у меня тогда все. Отлично. Ольга, большое спасибо. Было очень приятно слушать. Коллеги, да, тогда давайте будем потихонечку подходить к завершению. После встречи мы обязательно также предоставим запись. Она придет вам в e-mail рассылке. А сейчас мы подготовили небольшой бонус для вас, как для участников нашего вебинара от BigBand CRM. Мы предоставляем бесплатный аудит отдела продаж в вашей языковой школе и помощь внедрения BigBand CRM как раз функционал в рамки продаж и обучение ваших администраторов. Если у вас есть такой запрос, то вы можете написать по одному из номеров BigBand CRM, к которому вы ранее общались. Если вы не являетесь клиентом, то также можете воспользоваться данной услугой или написать просто в чат в BigBand CRM справа внизу. Все. Большое спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо. До свидания. Приятных выходных. Приятных выходных. Хорошего вечера.